Здарова, народ! На этой неделе выходит в тест целых три новых MMORPG-шки, некоторые из которых мы еще даже в глаза с вами не видели, но я уверен, что вы обо всех них что-то дослышали, это прям 100%. В общем, этим роликом я решил открыть на канале новую рубрику, в которой мы будем говорить не только об НВ, но и о каких-то новых проектах, либо о каких-то MMORPG. В общем, просто отойдем от темы конкретно НВ и переместимся просто на тему MMORPG. В общем, не буду вас надолго задерживать, погнали! Итак, первый проект в нашем списке имеет уже довольно-таки нашумевшее имя. Это Perfect New World, продолжение довольно легендарной RPG-шки Perfect World, в которую, я уверен, многие из вас играли, либо слышали. В 2010 году это прям-таки был, наверное, целый хит. Все же помнят всяких там друидок с Бао или зооморфов с упырями, всем это все знакомое. В общем, Perfect New World это переосмысление легендарной классики под новой графикой, под Unreal Engine 5, с нон-таргетом, со всеми вот этими современными свистоплясками. Тест начинается уже 14-го числа, и, к сожалению, скорее всего, попасть на тест уже у нас не удастся, потому что разработчики разослали, как я понимаю, всем инвайты. Кому пришел инвайт, те молодцы. Кому не пришел, увы. На данный момент тем, у кого есть инвайты, дают пощупать редактор персонажей. К слову, редактор довольно-таки хвалят. А 14-го числа уже будут открываться сервера. Мне не пришел инвайт, поэтому, если, мало ли, как-то так получилось, что кому-то из вас пришел инвайт, и они готовы им поделиться, буду признателен. Погнали дальше. Итак, следующая ммошка, о которой, я уверен, вы также все знаете, это PaxDay. Даже если вы не знаете, что это за ммошка, вы так или иначе слышали ее название в каких-то новостных рекомендациях или еще в чем-то таком. В общем-то, это новая ммошка на Unreal 5, которая будет вот прям true MMO-выживать, каким должен был быть New World изначально. У нас будет огромная карта, на которой игроки могут делать все, что угодно. Терраформировать, создавать свои собственные поселения. В игре не будет НПСов с торговлей, развитая квестовая цепочка, которую предлагают сами игроки. В общем, все, как нам обещают. Это же не обзор, правильно? Это просто новостной ролик, в котором я рассказываю, что выходят такие-то ммошки. В общем-то, ребят, тест начинается 14-го числа, как я понимаю, в 13.00 по МСК, и на тест все еще можно попасть. Буквально сегодня утром вышла информация о том, что можно попасть на тест, что тестирование открывается. Как попасть на тест? Теперь давайте поговорим немного об этом. Переходим на главную страницу сайта PaxDay, ссылка, естественно, будет в описании. Заходим на Альфу, вводим, соответственно, свой имейл, подтверждаем, делаем галочки. Далее переходим во вкладку «Мой аккаунт», логинимся здесь, попадаем на эту страницу. Здесь заполняем всю свою информацию, которая у нас есть, информация об аккаунте, линкуем свои социалочки и, что самое главное, переходим на страницу «Alpha Application». Здесь мы вводим параметры своего железа, свою видеокарту. И это уже не обязательно, но это вот такое, что разработчики ввели такой «Friends Token». Игра якобы для семей, для друзей, для каких-то небольших сообществ, чтобы вы могли там поселиться, создать свое какое-то поселение. И, в общем-то, для того, чтобы разработчики сейчас на тесте знали, кто из вас, соответственно, друзья, они создали такую функцию, что один из игроков создает свой «Friends Token», а остальные вводят этот «Friends Token», ну и разработчики понимают, что они играют одной большой дружной гильдией, там, каким-то коллективом. «Мой Friends Token» вы найдете в описании. Заходите, вводите, и, возможно, это как-то увеличит наши общие шансы на то, чтобы попасть на ЗБТ. Я точно утверждать не буду, но если они такое ввели, если они такое поставили, то вполне вероятно, что это так работает. В общем-то, ЗБТ пройдет с 14-го числа. Всю официальную информацию вы можете почитать в официальном Дискорде как раз-таки по Аксдея. Ссылку, естественно, я тоже оставлю в описании, в закрепленном комментарии. Погнали дальше. Итак, следующий уже последний проект на очереди, тестирование которого начнется уже на следующей неделе, 15-го ноября, это «Tarysland». В «Tarysland» мы уже принимали участие, сколько там, полгода назад. Он всем понравился, но сказали разработчикам, что нужно доделать. Разработчики прислушались, сказали, да, ребят, мы доделаем. На этом тесте у нас будет какой-то новый Open World контент, у нас должны появиться аренки, у нас должно появиться два новых класса, у нас должен появиться новый рейд, ну и, соответственно, новое подземелье. Скорее всего, как и в прошлый раз, прокачка будет дозированной, то есть нельзя будет прям зайти и сходу прокачаться сразу. Но, тем не менее, это интересный проект. ЗБТ будет длиться целых две недели, но, возможно, две недели играть будет неинтересно, но, как минимум, залететь на недельку, тема прикольная. На прошлом тесте вам не обязательно было где-то там как-то участвовать, принимать какое-то приглашение на ЗБТ, достаточно было просто скачать клиента и кто первый зашел, того этапки. В общем-то, давайте покажу вам. Во-первых, это, конечно же, мы заходим на сайт, регистрируемся просто под своим мылом. Зарегистрировались по e-mail, вам прислали там какое-то письмо, все, вы молодцы, в принципе, регистрацию прошли. Далее, что нам необходимо. Я оставлю ссылку на пост в ВК, где будут все версии клиента. Мы качаем лаунчер на ПК, просто скачиваем лаунчер, заходим там, логинимся, вводим данные там что-то United States, в общем, вводим из того, что доступно, там не обязательно будет прям Европа или Россия, вводим United States, скачаем просто клиент. И, скорее всего, этот же лаунчер, этот же клиент будет актуальным на момент выхода как раз-таки ЗБТ. ЗБТ начинается 15-го числа. Точную дату, точное время я укажу тоже в закрепленном комментарии. Заходим, смотрим. И это ЗБТ я уж точно буду стримить, поэтому вы его, если следите за каналом, вы его точно не пропустите. Ну и, в общем-то, на этом все. Точно мы залетаем в Торис Ленд, возможно, мы залетаем во что-то другое. Но это пока что непонятно. Ребят, если у кого-то есть какие-либо ключики на какой-то доступ на ту же PNV или на тот же PaxDay, если вам придет, а мне нет, я буду очень благодарен, если вы со мной поделитесь. Потому что хотелось бы влететь во всю эту мощную тему, но когда у тебя нет никаких знакомых, никаких связей, сами понимаете, это довольно сложно. Кроме этого, возможно, я уж об этом, конечно, хотелось бы мечтать, возможно, кто-то из вас может поделиться той же самой беткой корейской версии Project TL или Throne and Liberty. Очень хотелось бы на нее тоже посмотреть, но, сами понимаете, без корейского номера телефона туда прям таки не попасть. В общем-то, я не знаю, полезные такие ролики на канале или нет, я надеюсь, что буду выпускать их чаще. Всем спасибо за просмотр, пока.